Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала к проведению досрочных выборов в стране на фоне масштабных репрессий в отношении противников Александра Лукашенко. Накануне задержанный за участие в акциях протеста Степан Латыпов попытался перерезать себе горло в клетке прямо во время слушаний в здании суда. Он обвинил силовиков в давлении и пытках, заявив, что его заставляли признать вину в том, чего он не совершал, и угрожали уголовным преследованием родственников. Все это показывает, что пик беспрецедентных репрессий, которые продолжаются последние 10 месяцев, еще не прошел, и масштаб репрессий только усиливается. Эти события напоминают нам, ничего этого не произошло бы, если бы в августе 2020 года выборы президента Беларуси были свободными и прозрачными. И поэтому нам пора поговорить о досрочных выборах как комплексном решении кризиса в Беларуси. Оппозиция и страны Запада не признали результаты президентских выборов в Беларуси, обвинив власти в фальсификациях. В ответ на массовые акции протеста Александр Лукашенко развернул в стране жесткие репрессии. Президент России поддержал коллегу, что, по мнению многих аналитиков, сыграло решающую роль в сохранении тем власти. Сейчас Лукашенко убеждает Владимира Путина в том, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси, а потом двинуться на Москву. А он борьбой с инакомыслием прикрывает опасные рубежи.